Слава Украине! Привет всем от Полонского! Пока расисты продолжают бесплодный и бесполезный штурм Бахмута, для них бесполезный, мы его обороняем, потому что мы знаем, что мы обороняем, наши герои, наши им там насыпают так, что аж гай шумит. Так вот, пока расисты продолжают его, и, собственно говоря, наши заняты тем, что уничтожают живую силу и технику, которую расисты могли бы потенциально использовать в дальнейшем при нашем наступлении против него, понимаете? То есть, для нас, в принципе, это выбивание последних имеющихся у расистов, у них большая армия, очень большая, но вот выбивание последних имеющихся у них по-настоящему боеспособных частей крайне важно, потому что орда бармотов, вооруженных устаревшим оружием, даже если их очень много, они не смогут наших остановить, просто потому что они неорганизованы и не знают, что им точно нужно делать. А вот эти вот боеспособные, они сейчас штурмуют Бахмут, штурмуют Авдеевку, пытаются опять штурмовать Маринку с таким же успехом, как это было раньше, и, собственно говоря, там и остаются на полях в качестве удобрения. Некоторые, правда, торопятся на концерт Кобзону, Киосифу Давыдовичу. Кстати, многие спрашивают, а чего это я на России не понимаю, что я так отношусь к Кобзону? Потому что Кобзон был подлецом и негодяем при жизни, да? Этот человек был заядлым путерастом, он во всем оправдывал фашиста Путина. Вот помните, это был, кроме этого, будучи миллионером, помните, как он мальчику больному по великемии подарил горку? Мальчику лет 12-13 он ему подарил горку с этими кубиками, этими кружочками для трехлетнего ребенка. Это кем надо быть вообще, да? Вот, и так далее, и так далее. То есть это человек, которого не пускали в Соединенные Штаты, например, потому что он глава мафии и т.д. и т.п. Я знаю, что он решал очень многие проблемы по уголовке, говорю, по наездам, да, особенно на Дальнем Востоке. Это человек, у которого был такой бэкграунд. Ну, ладно, я скажу очень мягко, сомнительный. Вот, и, ну, особенно его, как говорится, поддержка Путина, тут уже не оставляю. И то, что он был в этой мерзопакостной госдуре, вот любой человек, который попадает в госдуру, или там, как он называется у них, Совет Федерации, на этом человеку уже пломбу некуда ставить. Это как, знаете, быть в гитлеровском правительстве, а потом сказать, не, я хороший, ну, что же обо мне так, вот, я же был хороший. Ты был у Гитлера, ты был у Гитлера, значит, ты уже плохо, априори, что бы ты там ни делал. Так и Кобзон, ты был у Путлера, ну, извини, чувак, извини. Теперь, как говорится, вот это вот, сейчас собираем тебе на концерт, да. За вчерашний день 470 путинских бандитов и террористов отправились на концерт Путераста Кобзона, да. Всего 190 тысяч 510 Путерастов, как говорится, пошли курсом русского военного корабля, что очень немало, Путину на это наплевать, да. Кстати, им еще кажется, этого всего мало. Они решили сейчас, насколько я понял, своих срочников отправлять на убой, на забой, точнее, в Бахмут, в Деевку и так далее. Значит, что они сейчас делают в армии, насколько я слышу из того, что говорят пропагандисты, когда солдаты попадают в армию, ну, они становятся, де-факто, бесправными, все, кто был в армии, ну, я в советской был, ситуация была получше, чем сейчас в российской, ну, в принципе, можно было, любого солдата можно было вынудить подписать что угодно, ну, просто потому что иначе тебя там просто сгноят, ты там в нарядах и умрешь. Вот, соответственно, чтобы выйти из какой-то тяжелой ситуации, человек подпишет все, что угодно. Ну, и сейчас, вот, допустим, они попадают срочниками в армию, вот, а им говорят, ну, или, значит, подписываешь контракт, или умрешь в нарядах, в самых нехороших, которые там есть у нас по части. Вот, ну, и человек день, два, три, пять, а потом, да, он подпишет все, что угодно. Это я вам говорю, просто познание ситуации. Сейчас они собрались, да, у них сейчас манечка такая, что, значит, вот этих вот 18-летних дурачков, которых поймали для того, чтобы, значит, могилизировать их, вроде бы, в срочной армии, и, значит, оставляют подписывать, буквально с первого дня подписывать контракт с фашистами и идти, значит, на могилизацию на Донецк. Так что, если вы думаете, что вы отправили сына, например, в российско-фашистскую армию срочником, и он не будет утилизирован в Украине, то вы глубоко ошибаетесь. Путлер найдет вариант его утилизировать, поверьте мне. Точнее, уже нашел, точнее, его уже отправляют. Это так, к сведению, что и как происходит у них там на России. Да, за вчерашний день у Кондропуплина два танка, всего 3699, и 5 фашистских бронемашин, 7189 всего. Также было отминусовано 6 российско-фашистских пушечек, всего 2914, и одна система ГРАД, всего 544. Также одно средство ПВО ТОР, всего 295. Самолеты, вертолеты вчера не Кондропупились, всего 308, 294, соответственно. А вот 4 беспилотничка Кондропупнули, соответственно, всего 2475 путинских беспилотников передумали дальше летать. Ну, бывает такое дело, да. Также уничтожено 6 путинских грузовичков, всего 5842, и 2 путинских, 2 путинских единицы спецтехники, 357 штук всего с начала российско-фашистского вторжения на территорию Украины. Интересно, что сегодня, ребятки, в Украине День Пограничников, да, День Пограничников говорит о том, что эти люди первыми встретили вот эту вот озверевшую, сумасшедшую фашистскую российскую орду, они ее останавливали, им честь и хвала, и на сегодняшний день наши пограничники несут тяжелую службу в том же Бахмуте, в других горячих точках, а также на границах с фашистской Россией. Ну что вам сказать, ребята, вы герои, вы красавцы, так держать, Украина вас очень любит и уважает. Слава Украине!